Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала «Симбирск». Сегодня наши гости – Федор Андреевич Горобцов и Марс Киямович Саяпов. Они не раз участвовали в доставке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. Федор Горобцов – поэт, член Союза писателей России, автор песен и стихов, посвященных нашим воинам. Марс Киямович Саяпов – ветеран боевых действий, орденоносец, он награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу, ведет большую патриотическую работу. И сегодня наши гости выступят перед вами. Добрый день, дорогие друзья! Мы с Марсом Киямовичем Саяповым приветствуем вас в литературной гостиной. Марс Киямович, как получилось так, что мы вступили в эту войну? Как ваше мнение, как профессионального военного? В 2014 году в результате Майданной революции под руководством спецслужб западных государств на Украине произошел государственный переворот. Свергли законно избранного президента Януковича, к власти пришли фашистствующие элементы. Фашистское правительство под лозунгом бандеровцев и начали сразу же уничтожать свой народ. Русскоязычные в основном, в Донбассе, Луганске. Начали терроризировать сразу Крым и дальше Одесса. И на этом же не остановились они. Хорошо, что я ездил каждый год много раз в Крым, разговариваю с людьми. Они даже никогда себя не чувствовали в украинской территории, они чувствовали себя россиянами. И сейчас рада, что законно-юридически вступили в состав России. И они благодарны Владимиру Владимировичу Путину за то, что он взял в состав России Крым и начали строительство. Там, пока они, после развала Советского Союза, в Крыму ничего не было сделано. Они нищенствовали. А сейчас почувствуют себя людьми. И много построено, много обновляется. Но, естественно, на этом же не остановились украинцы, фашисты. Они дальше начали уничтожать свой народ. За 8 лет прошедших было уничтожено более 14 тысяч мирного населения. Из них больше 200 детей. А если кто-нибудь читал, сколько коллег осталось? Не только физических, но и травмированных психологически. Людей-то закодировали, оболванили. Вот отрезвение приходит потихоньку. Многое понимает. Ну, пока вот я так вижу, что они начали первыми и решили уничтожить русский народ. Ну, вот где-то в прошлом году еще, в 22-м году, у меня было написано стихотворение. Я написал, когда бы с дубиной и картечью вы не боролись с русской речью и не пытались запретить на русском русским говорить, когда бы, забыв про USA, служили родине своей и были разумом сильны, между нами не было бы войны. Да ладно бы за свою страну вступали с русскими в войну. Пока гниете вы в полях, цинично англосаксы лях, кровавый с вас стригут барыш, а вам кресты, гробы и шиш. Но мне не жалко вас не чуть. Вы сами выбрали свой путь. Путь зла, предательства, вранья. Что ж, будьте пищей вранья. А тот, кто ваш покинул строй, тот не предатель, а герой. Ну, осознание приходит, они понимают, что затеяли, их сбаламутили, мозги переделали. Естественно, когда мы бываем там, населением мирным разговариваем, они ругают фашистский режим, ругают американцев, ругают Запад и, естественно, пытаются чем-то помочь нашим войскам. Особенно они дружественно относятся на территории Херсонской области, Запорожской, где мы бываем, Донецкой, Луганской областях. Ну, они себя чувствуют русским народом, счастью России, и никаких претензий нету. Ну, тех, кто против них идет, ну, они сами не понимают уже народы, которые живут на территории Луганской, Херсонской области. Они не понимают, что творится с их братьями, сестрами. Кто не знает, не верьте в бред, Вам, наверное, просто врут. На войне романтики нет, Есть один бесконечный труд. Я не слышал браурных слов, Этим там никто не грешит. Видел грязь и видел кровь, И тяжелый военный быт. Видел, как молодой комбат, Не гнушаясь любым трудом, Отстранившись от схем и карт, В руки брал то метлу талон. Перед нами не слабый враг, И не просто идти вперед, Каждый сделанный нами шаг Это горький кровавый пот, А романтика все же есть, Без романтики слаб солдат. Это Родина, долг и честь, Но об этом не говорят. Это Родина, долг и честь, Но об этом не говорят. Марс Кемч, как вы оцениваете Состояние духа наших воинов на фронте? Вот мы уже 10 раз там побыли, Съездили, Один из конвоев отправили, И сами в десятом съездили. Ну, боевой дух наших солдат Я оцениваю вообще высоко. Даже первые самые тяжелые дни И то я оценил ихний боевой дух Очень высоко. Я вроде бы кадровый военный, Я прошел тоже горячей точкой В десантных войсках прослужил. Вижу, как настроены наши солдаты, Настроены офицеры, Как они стараются, стремятся выполнить Все поставленные боевые задачи. Как они героически преодолевают Невзгоды боевые, Лишения. Они, все это, быть, все остальное Всегда у них было во втором плане. Никогда не ныли, не плакали, Что того нету, этого нету. Выходили, выкручивали смекалка военная, Десантная, их продвигало вперед. Не, они стремились всегда, ну, Я сказать не могу, Что у них дух когда-то был низкий. Ну, мне хотелось бы просто заметить, Что состояние духа, Оно во многом определяется отношением Наших тыловых, так скажем, служб, Наших людей, которые живут в тылу. В первую очередь, наверное, определяется тем, Как к этому относятся наши жены, Женщины, дети. И поэтому, даже я написал стихотворение, В мире ничего не изменилось, У мужчин выбор невелик. Ежели вражесила навалилась, Собирайся, коли ты мужик. Мужики, как водится, собрались, Сжали зубы, губы, кулаки, Женщины всплакнули и остались Сберегать родные очаги. Только наши женщины не могут Просто так сидеть и тихо ждать. Все поднялись фронту на подмогу И отдали все, что можно дать. Вяжут маскировочные сети, Свечи льют в окопы для солдат, Рядом с ними озоруют дети, Что-то вдохновенно мастерят. Фронт съедает всяких грузов тонны, И под сердце режущую медь Едут в Новороссию колонны, Только душу воина согреть. В честь тревоги мы всегда едины, Потому и знаем гром побед. С женщинами мы непобедимы, А без женщин смысла в жизни нет. С началом выполнения специальной военной операции Мне позвонили мои бывшие солдаты, Сержанты, которые служили когда-то у меня. Они уже офицеры, Давно полковники, подполковники, В перпенсионном возрасте. Зная меня, они обратились к Марковскому, Говорят, есть проблема, помогите. Ну, я так сразу, В чем надо помочь? Так, так. Подождите, я перезвоню. Я своим друзьям, товарищам, Которыми мы общественной деятельностью занимаемся, Позвонил, переговорил, Как ребята просят помощи, Сможем, скажи, сможем, возьмись в список, Что первой необходимости, да? Когда получил список, записал И озвучил своим друзьям, товарищам, Что необходимо, И мы с первых дней начали собирать То, что необходимо. Ну, у них что-то было, Что-то упущено, Что-то сгорело, Что-то взорвалось, да? Пропало, сопутствующие потери. Ну, так как у нас в России принято, Когда тяжело в стране, Народ сплачивается вокруг государства, Вокруг правительства, да? И старается помочь чем-то, Чтобы защитить свою страну, Свой народ, Сохранить свою территориальную целостность. Ну, и мы поняли, Что народ у нас очень хороший, Сердобольный, И начали собирать. Уже мы к марту месяца, То, что они просили, Собрали, Загрузили в машину, Поехали. Ну, первые необходимые были Средства связи, Рации, Медикаменты, Электрогенераторы, Теплогенераторы. Это первое необходимостью было. Ну, естественно, Средства индивидуального ухода, Там влажные салфетки, Зубные паски, Щетки, Мыло. Ну, много-много еще кое-что. Ну, вот, Мы поняли, Что народ российский непобедимый. Они всегда горой за своих солдат, За свою страну. Для наших солдат ничего не жалко. Да, состояние духа наших воинов Очень высоко. И это вдохновляет на стихи, На написание песен. Поэтому вот, Общаясь с десантниками, С Ивановскими десантниками, По-моему, общались, да? Да, Ивановскими. С Костромскими, С Ульяновскими. И вот, Ко дню выдавая, Я написал там песен такую. А мудрых них не занимать отваги, Рожденные решать победы спор. Мы всякий раз на острие атаки, А козырь наш внезапно сенопор. Нас выбросили в заданном квадрате, Назад уже не думать и не сметь. За нами фронт, И те, кого мы ради, Найдем одно, победу или смерть. А мы шагнем, Неслышные как тени, В яростной атаке не зевай. Сбили с ног, Сражайся на коленях, Встать не можешь, Лежа наступай. Пусть мы всегда по-взрослому учились, Надежду горит русская ось. И если не по плану все случилось, Нас выручит отчаянность и злость. Мы выполним свое предназначение, Без лишней суеты и громких фраз. И помним мы святое изречение, Никто, ребята, кроме нас. Мы шагнем, Неслышные как тени, В бешеной атаке не зевай. Сбили с ног, Сражайся на коленях, Встать не можешь, Лежа наступай. Нам слава нашей матушке России, Как высшая награда дорога. И пусть всегда береты голубые Наводят дикий ужас на врага. Нас вырвали сегодня из кровати, Внезапно, значит, с родиной беда. На небесах тебе, наш славный батя, За нас не будет стыдно никогда. Нам одно известно, Без сомнения, Появай, но друга выручай. Сбили с ног, Сражайся на коленях, Встать не можешь, Лежа наступай. Расскажи про десантников, Морстя, Морстя, Мич. Ну, про десантников Я всегда готов рассказывать. Ну, вот, Самое интересное, Вот, один немаловажный фактор еще, Когда все это, Выполнение специальной военной операции началось, Мы проводили занятия в школах В Твергольском районе, Уроки мужества, так называемые, По району проходили. И товарищ Ерухин Владимир Егорович Предложил, Давай, говорит, Солдатам напишем письма, Пускай дети пишут, Мы отвезем. И мы запустили тогда письмо солдату на фронт. И с первых дней Мы посмотрели, Когда привезли письма, Раздали солдатам, Начали они считать, Когда мы увидели, Когда они, У них эмоции переполняются, На глазах слезы, И они трясутся, Потом подходят, Можно, говорит, Письмо оставим у себя, Оставьте. Эти письма, Как они оберег, Карманы, Они в плиндажах висят, Столовые, Везде детские письма. Ну, по словам солдат, Как говорят, Ну, мы и сами видим. Конечно, нам, Поскольку, Поскольку, У нас уже все хватает. И кушает, Кормит хорошо, Одевает уже все, Снабжение налажено, Да? Поприпасы, Там, В достаточном количестве, Всего есть. Но, Когда мы видим, О нас знают, Не только взрослые населения, Даже дети, Они пишут письма. Это для нас, Очень, Очень даже приятно. Мы видим, Что мы не одиноки на фронте. Ну, Естественно, Наши письма детей, Наши отношения людей, Их вдохновляет, Наших десантников. Они всегда готовы к бою, Всегда готовы выполнять Поставленные боевые задачи На отлично. Вот, Главное, То, Что мы ездим солдатом, Так называемыми, Гуманитарными конвоями, Это основное поддержание, Наших солдат, Морально-психологический. Вот оно, Главное. А они, Солдаты, Естественно, Не подведут нас никогда. Еще русский солдат, По-моему, Русский воин, Никогда никого не подводил. Только идем Вперед К победе. Ну, Что хотелось сказать тоже. Вот, Морский ямыч, Он сам башкир, Но он считает себя русским воином. И все, Кто там на фронте находится, Неважно, Кто башкир, Татар, Очень много Представительств Кавказа, Ингуши, Чеченцы, Дагестанцы, Очень много Ларца, Вот мы встречались, Помнится, Возле костра пели, Отмечали день рождения даже некоторых Ребят с Кавказа. Они все считают себя русским воином. Поэтому русский, Это уже, Наверное, Не национальное состояние души какое-то. И вот по этому поводу Я даже написал стихотворение, Которое посвятил Нашему замечательному Морскому ямычу И Михаилу Сарину, Товарищу Из Сибири, Который Тоже Очень Неравнодушен, Даже Собственный Джип отдал На нужды фронта. И даже пошел воевать, Несмотря на престарелый возраст. Войну никак не выиграть Без тыла. Наш долг Любить солдата своего. Народ, В котором Сердце не остыло, Для фронта Не жалеет Ничего. Идут на фронт Народные конвои, Любви Неиссякаемый поток. Пусть знает Без сомнений Каждый воин, Что он не брошен И не одинок. Всем вопреки Упорно, Тихой сапой, Не покладая рука, День и ночь Готовит морский Ямович Саяпов Все, Что способно Армии помочь. Сказав себе, Когда не я, Так тоже, С Хакаси, Не экономя сил, Набив прицеп Тайгой По бездорожью, Примчал в Луганск На джипе Михаил. На линии Недолгое затишье, Доехали Спокойно На душе Саяпов Марс Комбат И Сарин Миша Сидим Пьем чай В уютном Блиндаже Под пенофолом Стены Полка Книжек Боец Воркует Тихо У плиты Висят Где можно Письма Ребятишек Иконы Православные Кресты Лежат Жгуты Бинты Коробки С мазью И с ними Рядом Библия Коран С иконами В притык Арабской Вязью Расписаны Молитвы Мусульман Комбат Сказал Чай В рюмке Наливая Ах Миша Твой бы Джип Да в батальон А то мы На Камазом Тут гоняем Где на Камазах Ездить не резон Так забирайте В чем же дело Братцы Примите в дар Раз надо Без проблем Условие одно Хочу остаться Я всрочно Вводил БРДМ Комбат Услышав это Поперхнулся Тебе же за шестьдесят Вы мель-то дед В ответ на это Миша улыбнулся Я чувствую себя На тридцать лет А борода Я бороду не сбрею Не по уставу Это ничего Без бороды Я просто не сумею Она же комбриг Старше твоего На утро Богатырь Сибирский Сарин Присев за рычаги Не наугад Из БТР Выжил столько Гарри Что сразу Был зачислен В разведбат Недавно Повстречал я Михаила Был ранен Излечился Похудел В углу Шагнул Навстречу Улыбнулся Мило Ах как на фронте Он помолодел В углу Чехол Со снайперской Винтовкой Но более всего Он удивил меня Своей хозяйственной Сноровкой И тем Что даже Сало засолил Которое потом Благополучно Употребляли Все Да Вот тоже Интересные моменты Мы Под Чаплинкой Под новой Каховкой Стояли Приехали тогда Остановились Ну разгрузились Туда-сюда Ну отсюда У нас Журналистов Библиотека Много Детской литературы Передавала Через нас Ну и нам Интересно было Посмотреть Как пообщаться С местным Населением В школах Уже у нас Полным ходом В школах Занятия шли А у них Школы Еще Не работали Ну мы Федор Андреевичем Взяли коробкой Все эти литературы Поехали Пришли Занесли Потом Все перепуны Кто такое Перечить не хотят Ну и Разговаривать На украинском Блес открыли Да боятся Как-то Остороженные Ну говорят Мы вот С России Приехали Это Гуманитарные Мессии Причем говорили Исключительно На море На украинском Да Они с нами Только на украинском На украинском Потом Минут Наверное Десять Мы Поговорили Наобщались Вот Вам Прислали Книги Вот наши документы Вот наши документы Прислали книги Вот это Принадлежит Школьникам Мы не провокаторы Мы не провокаторы А сколько С нас денег Нет Говорят Денег не надо Говорят Гуманитаркой Приехали И Начала Разговаривать С нами На русском Языке По русски Разговорят Отлично И Все Рассказывала Пока у них В школах Нету Занятия Не идут Дети Боятся Запретили Детам Ходить Вот она Собрала Детей Список Составила У нас Мирное Время Больше 100 Человек Детей Больше 300 Даже Больше 300 Было А В прошлом Гаде Чуть-чуть Учились Больше Ну сейчас Собрал Пока Говорит 82 Говорит Ну ожидается 90 с чем-то Хочу начать Уже Вот Через неделю Занятия Ну В школах Ну конечно Она была Удивлена Нашим отношениям Нашим Разговором Ну Они конечно Внутри У нее В душе Она рада Что пришли Российская власть И Они заботятся О людей О детях Ну В принципе Разошлись Мы В очень Хороших Отношениях И Она Прогласила Еще Приезжайте Мы Всегда Будем Рады Мимо Родины Черное Зло Не Прошло Стороной Это Значит Что Время Пришло Подниматься Страной Там В окопах В Донецких Степях Наши Наши Братья Сыны Повергают И Ничтожат Вопрах Мерзких Слуг Сатаны Тысячу лет Нашу Русь Неспроста Величают Святой Мы Опять Под знамена Христа Встали Крепкой Стеной Мы Добры И Доверчивы В том Что Врага Одолев Тут Же Руку Ему Подаем Нос Ему Ж Утерев Сколь Помного Страдальной Руси Все Сжигая Дотла Проползала Неведомых Сил Все Россия Смела Как Один Поднимался Народ На Безмерное Зло Нынче Наш Наступает Черед Наше Время Пришло Благодарим наших гостей Федора Горобцова и Марса Саяпова за участие в нашей программе В журнале Симбирск в рубрике Пульс времени мы публикуем стихи и прозу посвященные нашим воинам В одном из ближайших номеров читайте стихи Федора Горобцова Вам, дорогие друзья, добра и света, мира и радости Всего самого доброго Субтитры